Забавный факт, когда присылают демку песни, ты ее слушаешь, ты не можешь понять, какой вообще будешь песня потом в финале. Че, сложно писать песню? Да, очень. Наша дуэль, это блеф, если мы оказались не нужны... Бестанин этот трек сделает. Сколько за текст так дали? Слушай, вообще все слова не так. Стрелки настроения на нуле... Ну что, друзья, всем добрый вечер. Я приглашаю вас сегодня провести с нами этот влог, посмотреть, как записывается новый трек группы Айтирск под названием... На нуле. Но мы его в шутку зовем внутри нашего коллектива На нуле. Есть такое грузинское имя, нежное, звучит оно На нуле, и я пошутил как-то, что... Как классно, что теперь у имени На нуле есть своя песня. Потому что, например, проевью нет ни одной песни. Я просто извратил песню Леди Гаги Perfect Illusions к тому, что она поет там Perfect Illusion. Про меня песни нету, поэтому... Думаю, что про На нуле тоже песни не было. Поэтому пусть песня На нуле будет вымышленной песней, посвященная нежной девушке На нуле. Покажу, как пишется трек, что нужно учитывать при записи в студии. И посмотрим весь рабочий процесс. Погнали. Когда стрелки настроения на нуле На нуле, 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 на нуле Вроде отрепил. Поэтому давайте тоже, мне кажется, мы будем чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и мы опоздаем к Васе на записи. Хотя Вася всегда тоже опаздывает. И Таня, если не должна опоздать. Наверное, вовремя приеду только я один. Таня идет, Василий, побитый жизнью. Привет. Что с тобой случилось, Вася? Упал. В аварию попал. Серьезно? На самокате. Люди, не катайтесь на самокатах. Вот видели те страшные истории, когда происходит полный пить? Вот вам доказательства. Уйо. Я киборг. Ты киборг. Можешь работать? Конечно, я уже работаю. Она выплывает. Какой инопарк. Ледяной горой, айсберг. Есть таблетки? Да вы что, сегодня сговорились? Не знаю. У тебя голова болит. Вася вообще уже почти киборгом стал. Сейчас посмотришь на Васю киборга. Что случилось? Киборгом стал. I'll go back to Samokat. Ты готова? Не знаю, но у меня такое сильное настроение пиздец. Друзья, вот так приезжаешь на записи, а вот она говорит, что нет настроения, писать не хочу. Все, идите все. У меня даже, знаешь, у меня как будто рот не работает. Он такой, знаешь, он такой какой-то анимеший. Анимеший цветка, анимеший вот такой. Давай сделаем разминку до рта. Умеший, ребят. Я уже знаешь, какую себе разминку сделаю, Шаша. Продюсера сменили? Нет. Наш продюсер до сих пор все еще ты, Вась. Ты несменимый. Лейбл? Да, но я не знаю. Нет, нет, мы пока все еще с полигоном работаем. Это питерский лейбл. Так, мы пришли в студияшечку. Так, сейчас мы здесь будем чилить. Смотрите, настроение. Смотрите, Таня только зашла в студию и сразу, смотрите, петь начало, настроение появляется. Что за нововведение? Я собрался, я тебе в будку. А Вася говорит, нет, будки не надо, возле будки. Под это будем писать? Роджировки нет больше, но пока что. Мне нравится эта роджировка. Ну ты можешь чуть-чуть ее еще у Лучшайзеров накидать, но прям вообще краполюшечку. Она прям классно разряжена. Вот они у Лучшайзера добавляют. Ты что, себе зубы? А зачем ты поставил? Чтобы Таня была красивой. А также я некрасивая. Зачем ты выключил? Я думал, типа... Трах, остаться одной. Больше не парит. Там, через... Меня уже не парит. Остаться одной. Больше не заставит. Остаться с тобой. Меня уже не парит. Что? Такая любовь, как и тебе, наверное, к трах. Остаться одной. Трах. Больше не заставит. Производственная травма. Я хотел бы тебе помочь, но желание снять контент и... Аккуратнее. Смотри, это наушники, которые забирают волосы. А это радиатор, который может упасть мне на ногу. А вот эта лампа может упасть тебе на нос. На лоб. Будь везде аккуратный. Страх остаться одной. Больше не заставит. Страх остаться с тобой. Меня уже не парит. Что? Такая любовь, как и тебя, наверное, кто стрелять будет первым? Знаешь, он не такой. Забы. Сейчас, наверное, на чем тебе нравится. И такая. Поймёт, как надо петь. И запишут всё. Надеюсь, из двух, из трёх дублей. Твой стиль обработки вокала. У, например, у Лолиты её везде одинаково сводят. И нет, везде слышно, как она поёт вверх-вниз. Укрепляя свой бокал. У Серябкина, я не помню, что я говорил. Ну, наверное, да. У Арбузова есть свой. У Ольги Арбузова? Да. Кто стрелять будет первым? Знаешь, он не такой. Я не привыкла к жизнью жить. Спокойно, простой. А может, это счастье я сдалась, отдалась. А ты вернёшься снова. Я для тебя игрушка. Когда скучно, больше не получится. Спокойно и простой. Вот, ну, в принципе. Вот, и постарайся. Ну, типа, позиция классная вокально, но надо вот как будто бы мне посильнее ещё. Типа, пожимай. Остаться одной, он больше не заставит. Выдавливает при дыхании побольше. Ну да, при дыхании типа... Страх остаться одной. Ну, что, Танюш, что, сложно писать песню? Да, очень. Такая песня сложная. Что самое тяжёлое в ней? Слова запомнить? Слова запомнить. Хочешь без любви? Ищи себе, пожалуйста. Но больше не болит. Уйду к нему без жалости. И то, чтобы быть красивым, когда поёшь. Когда записываешься. Вы типа почти одного роста, да? Больше? Нет, я выше. Ты чё? Миллиметр сет. Миллиметр сет. Миллиметр сет. А, да. Наши дуэли, это блефь, если мы оказались не нужны. Слушай, вообще, все слова не так. Кто-то тут меня тут? Да, да, да. Серьёзно, все слова не так. Вот оно, лицо. Бестыже. Хочется побыдлее по... Я пересею запаздываю. Вася, это ты мне пытаешься ритма добавить? Безрассудными. Хорошо спел, молодец. Охуенно, может, без Тани этот трек сделаешь? Хорошо поёшь, может, без Тани сделаешь? Не-не, она хорошо в первой части сделала. У нас у каждого были такие мысли. У Тани без меня, без Тани. И у меня без них. Потому что, на самом деле, мне не очень нравится, что-то сняло. Вот это сейчас не снимает, потому что это компромат. Оружие. Наша дуэль это блеф, если мы оказались ненужными. И эта игра затянула меня, я потерял управление. И потерял тебя в прятки, сыграв в другом измерении. Я не в той лист, но знал, что это когда-то случится. Нам нужен крепкий рехаб, нашим чувством пора подключиться. Та-та-та-та-та-та-та. Ты знаешь, ты можешь сюда. Резрессуд. Я как пыли поднимаюсь, дрожу, доставая оружие. Можно вот так. У тебя будет звук перезарядки. Наша дуэль это блеф, если мы оказались ненужными. Все на нули, подели, переставим, казался разумным. Давай, вот это. Серьезно, хочу, чтобы я таким голосом там это делал. Так это будет в пачке хорошо. Да вот попробуй запиши. Они говорят, что это будет хорошо в пачке. Ну вы серьезно? В пачке картошки. Какой-то старик на заднем плане. Короче, мы устали, решили пойти покушать. И тут приехала она. Это группа поддержки или что? Конечно. Всем привет, это я. Меня зовут Алиса, мне 33. Давно не виделись. Давно не виделись. А это... Ты машину не закрыла? Ты точно режиссер? Ты запишки нельзя? Таня, говори, когда поешь, становится лучше петь. Мне кажется, что когда поешь, становится тяжелее петь. Что? Смотря сколько ты съешь. Если ты съешь вот это, вот это, и вот это. Если я один человек съест, то он не то, что с петь не сможет. Он даже с рак не сможет. Сколько за текст отдали? Ну вот, еду купили, Вася. Расскажи секрет записи в студии. На что нужно обратить внимание начинающему артисту? Прежде чем записать песню, обязательно используйте ее дома. Не только не словами, не словами, а вот так. А потом придете на запись, не будете помнить одного слова. Мы записали первый куплет Танин, мой куплет. Сейчас остается только до записать припевы и переходы между припевами. И мы, в принципе, готовы. Хорошо. Ой, мне так нравится, так нравится. А я могу побыть исполнителем? Вспеть, в смысле? Ну, хоть что-нибудь на кусочек там. Вставим? В чем коллаба? Ты расслабься еще. Подождите, ну я подполковник МЧС России, этого мало? А ты можешь спасти нашу песню? Потушить пожар в ней? Да, да. Вы слышите это? Ты не болит, говоришь, ты честнее, опять безрассудными. Это же на Васю похожий. Ну так, кто сам продюсер, такие звуки? Так и будешь? Ну нет, конечно, это же арбеки. Это он. Ничего тут не отличается, они все одинаковые. Сливай половину. Подели, переставим касаться разумными. Молодежь будет, знаешь, качать. Ты что честнее, опять безрассудными. Хочешь без любви? Ищи себе, пожалуйста. Но больше не болит. Уйду к нему без жалости. Лилеты на поли. Скоря ты не подавишься. Но больше не боли. Мои стои. Сгляд на стрелки. Настроение на нули. Мы сейчас этими улучшайзерами опять забьем с уранжировку. Забавный факт. Когда присылают демку песни, ты ее слушаешь, ты не можешь понять, какой вообще будет песня потом в финале. Вот песня на нули. Я сразу, когда послушал демку, сказал Таня, говорю, блин, это вот наша песня. Но когда мы приехали в студию, это была одна песня. Сейчас, когда мы записали ее, и происходит эта магия, которую делают Вася, песня вообще изменилась кардинально. Примерно процентов на 400. Она каждый раз становится новой и новой произведением. Это прям классно. Все, что в тебе достанет, все от слезы не мори. Молодцы, это кайф. Убежалость, ты лучше. Сразу настроение появилось. Как один звук меняет все. А долго вам еще? Ребзики, время 2.17. Мы только закончим. Спасибо, Василий. Субтитры сделал DimaTorzok